Александр Войнов. Отважные! Штабу партизан стало известно, что на ближайшую станцию прибыло из Германии 30 платформ сено. «Странное дело», — удивился командир отряда Колесник. «Обычно фашисты забирают сено в деревнях. Тут что-то не так. Надо пойти в разведку». И вот к станции отправилась небольшая группа разведчиков. Добравшись до холма, партизаны увидели, что на путях действительно стоят платформы сено. «Поджечь бы сено!» — вслух подумал Колесник. «И посмотреть, не спрятано ли под ними что-нибудь!» Однако подойти к станции было невозможно. Она была окружена дотами, а вдоль вагонов ходили часовые. Вдруг из леса на дорогу вышла тощая корова. Ее гнали два паренька. Ребята направлялись к станции. «Зачем они гонят корову на станцию?» — удивились партизаны. «Там у них ее все равно отберут». И тут у Колесника возник один план. Двое партизан нагнали ребят и привели их к командиру. От страха мальчишки даже побросали своих воростины. «Не бойтесь, ребята! Мы вам ничего не сделаем!» «Ну да, вы корову отберете! Вы партизаны! И вам есть нечего!» «Вот и ошиблись!» — улыбнулся Колесник. «Хотите, я вас салом угощу?» И он протянул ребятам толстый ломоть хлеба с салом. Мальчишки смутились. У ребят оказалась бумага, выданная старостой. В ней говорилось, что Семен Бушуев и Василий Ломакин должны доставить корову гарнизону на станции. Выяснилось, что ребята вели корову на станцию впервые. Никто их там не знал. Пока все шло как нельзя лучше. Колесник отправил ребят вглубь леса, а одного партизана послал в лагерь. «Помни, Куликов, все зависит от того, как быстро ты вернешься!» Куликов засунул приказ в карман и побежал к лагерю. Уже перевалило за полдень, когда он добрался до лагеря и передал помощнику командира приказ. В отряде было двое юных партизан – Коля и Витя. Они давно мечтали стать разведчиками, но пока Коле поручали только уход за конями. А Вите приходилось помогать повару на кухне. Помощник командира вызвал ребят и объявил им, что они пойдут в разведку. Но в чем заключается задание, им пока не сказали. Витя и Колю посадили на лошадей, вскочил в седло и Куликов. «Поехали!» – скомандовал он. Через час Куликов и мальчики выехали на поляну, где их с нетерпением ждали Колесник и остальные разведчики. «Вот какое дело, ребята!» – начал Колесник. Его план заключался в следующем. Коля и Витя, переодетые в одежду пастухов, должны отвезти корову на станцию. Проходя мимо платформ, они незаметно бросят в сено спичечный коробок с взрывчаткой. «Вот этот коробок!» – сказал Колесник. «Через час с момента заряда он взорвется. В случае опасности выбросьте его. В кармане не держите!» Ребят переодели, снабдили документами. Корова покорно плелась к станции, погоняемая пастушками. Мальчики молчали. Страшно было идти по незнакомой дороге, в чужой одежде, с чужими документами, прямо в руки к врагу. Партизаны напряженно следили за ребятами. Малейшая ошибка, и они могут погибнуть. Вот Коля и Витя подошли к шлагбауму. «Хальт!» – остановил их окрик Часового. Коля протянул документы. Часовой долго вертел бумагу, все поплыло у Коли перед глазами. Наконец немец, видимо, ничего не поняв по-русски, признал документ удовлетворительным. Шлагбаум заскрипел и стал медленно подниматься. Ребята погнали корову дальше, как и было условлено, к платформам с сеном. И вдруг, в одно мгновение, весь их детально разработанный план разлетелся в дребезги. На переезде появился другой солдат. Он схватил корову и потащил ее в сторону, совсем противоположную той, куда направлялись ребята. Из здания станции вышел офицер. Он подошел к корове и брезгливо осмотрел ее. «Шулик!» – закричал он. «Скажите, староста, что я бить палка за такой дохлый коров!» Теперь Коля и Витя ничего не оставалось делать, как повернуть обратно. И вдруг Коля обернулся. «Господин офицер, мы целый день ничего не ели! Дайте кусочек хлебца!» Офицер приказал принести ребятам хлеба. Жадно схватив кусок, Коля быстро пошел вперед. Растерянный Витя бросился за ним. Вдруг он услышал Колин шепот. «Отними у меня хлеб и беги к вагонам!» Рассуждать было некогда. Витя подскочил и стал вырывать хлеб из Коляных рук. Завязалась драка, и снова Коля настойчиво зашептал. «Беги! Беги, тебе говорят!» Схватив хлеб, Витя бросился бежать. «Ах так!» – закричал Коля и кинул в него камнем. Потом еще несколько камней полетела Витя вслед. На Витином пути внезапно возник часовой. «Хальт!» – остановил он мальчика. Тотчас подбежал Коля, и ребята снова сцепились. Их разняли. Часовой дал обоим по крепкому подзатыльнику, перевел через переезд и приказал скорее убираться. «Ты что? С ума сошел так драться!» – спросил Витя, когда они отошли от переезда. «Ничего!» – усмехнулся Коля. «А знаешь, где коробок?» «Где?» «Я его вместе с камнями закинул на сено!» Витя ошалело посмотрел на товарища, охнул и сразу забыл все обиды. Ребята быстро зашагали к холму. «Спасибо, ребята!» – сказал Колесник, услышав их рассказ. «Вы настоящие разведчики!» Теперь оставалось только ждать, когда взорвется коробок. Время тянулось медленно. Ну вот, яркая вспышка озарила небо. Пламя быстро поползло по сену, и через несколько мгновений вся платформа превратилась в пылающий костер. Солдаты бросились баграми растаскивать горящее сено. Под сеном на платформах стояли танки. «Танки!» «Вот мы и открыли их секрет!» – сказал Колесник. «На тридцати платформах тридцать танков!» «Надо радировать в штаб фронта!» «Пусть посылают бомбардировщиков!» Теперь можно было отпустить задержанных пастухов. Колесник дал им письмо к старости, в котором было написано, что ребят задержали партизаны. А партизаны направились в свой лагерь. Ка-нет! Вот такая героическая история о Великой Отечественной войне и смелых мальчишках. Надеюсь, эта история тебе понравилась. До скорых встреч в новом рассказе! Михаил Шолохов Алешкино сердце Два лета подряд На дону была страшная засуха. Два лета подряд Жестокий восточный ветер Дул с киргизских степей, Трепал поредевшие космых любов И сушил устремленные на высохшую степь Глаза мужиков И скупые, колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Это было в 1920 году. Шла гражданская война. Пришел голод и в станицу, Где жил Алешка Попов с матерью. Алешке 14 лет. Не видит хлеба Алешка Пятый месяц. Пухнет с голоду. Больная мать говорила Ох, Ленька, пропадешь ты, коли помру я. И б кого-то такой уродился. Отца твоего через его ухватку И устукали на шахтах. В каждой дыре был гвоздь. А тебя сейчас ребятишки клюют, А после и вовсе избитых не вылезешь. Умерла Алешкина мать. Как дальше жить? Куда идти? Где найти хотя бы что-нибудь поесть? Думал Алешка. У церковной ограды Встретил Алешка Попа С мешком пирогов и солонины. Алешка, кривя губы, Прохрепел. Христа ради. Бог подаст. Коротко ответил Поп И зашагал мимо. Знал Алешка, что возле речки В кирпичных сараях В амбарах хлеб. Выждал Алешка, Пока повернется спиною часовой. И юркнул под амбар. Брал в пригоршне жесткое зерно, Жевал жадно. А помятывался от голоса сзади. Это кто тут? Я. Кто ты? Алешка. Ну, вылазь! Поднялся на ноги Алешка, Глаза зажмурил, Ждал удара. Стояли долго, Потом человек в очках Добродушно буркнул. Пойдем ко мне, Алешка, У меня есть пшеница пареная. Пришли. Очкастый зажег в комнате свет, А Алешке под нос потихонечку Сунул горшок с паренной пшеницей. С этих пор и установилась Промеж них дружба. Прошел месяц. Как-то днем Лежал Алешка в поле, Растирал в ладонях голос, Ел до тошноты зерно, Мягкое, пахучее. Эй, Алешка, Будет тебе злодорничать! Улыбчиво смотрит на Алешку Хуторской богатей Иван Алексеев. Пойдешь ко мне в работники? Сказывай. Харч у меня, Как полагается, Настоященский. Не подумал Алешка. Обрадовался работе и хлеву, Но прямки брякнул. Пойду, Иван Алексеев! Голому одеться, Только подпоясаться Ни роду у Алешки, Ни племени. И вот он уже стоит Во дворе Ивана Алексеева. В ноздри Алешки Так и ширнуло Духом вареной баранины. Хучь бы посадила Вечерить хозяйка! Не тут-то было. Рвет и мечет баба, Чугунами гремит. И шот дармоеда привел! Он слопает больше, Чем наработает! Молчи, баба! Крикнул Иван Алексеев. На том разговор и кончился. Не впервой Алешке работать, В отца пошел. А Иван Алексеев, Знай, похаживает, С ухмылочкой по двору. Ты смотри у меня, Чтоб работа горела У тебя в руках. Чуть замечу, Что разяву ловишь. В один момент Сгоню со двора. От работы гудят ноги и руки, В спине кол болячкой Растопырился, И сон не идет. Долго терпела Алешка, Но как-то вечером Прибежал в контору. Значит, В работники нанялся, Спросил очкастый. Так, А грамоту знаешь? В приходском учился, Себя расписывал. Пойдем со мною. Остановился Алешка перед дверью, На которой мелом написано, Раскумекал Алешка, Клуб РКСМ, Чудно и непонятно. Сидит Алешка, Вместе с другими слушает. Читали о том, Как должны нанимать Хозяева работников, И еще про многое разное. В полночь пришел из клуба, Долго ворочался На рваной дерюшке, До самой зари не смог заснуть, Думал о том, Что в клубе слушал. — Да ты где бываешь ночми, гаденыш? — Грозно спросил рано утром Иван Алексеев. — В клубе. — А, в клубе? А этого ты не пробовал? Молча лежит избитый Алешка, Пожаловаться хотел очкастому, Но молчал, боялся. Прогонит его Иван Алексеев. Вечерами, как только пригонял С водопоя скотину, Через гумно, крадучись И, припадая к плетням, Бежал в клуб РКСМ. Однажды, в воскресенье, Пришел Алешка в клуб, Засветло и удивился. В комнате тесно от людей, Все вооружены винтовками. Увидел очкастый Алешку, Подошел к нему. — Банда в наш округ Вступила, Алексей. — Как только займут станицу, Ты к нам приходи, Клуб защищать. Тревожно спал в эту ночь Под своим навесом Алешка, Ко всему чутко прислушивался, Слышит. По проволку зацокали копыта И смолкли у ворот. Звякнуло кольцо калитки, Шаги и стук в окно. Алешка увидел, Как двое в шинелях Вели во двор оседланных лошадей И привязали к крыльцу. Хозяин с одним из них Направился к гумну. Проходя мимо сарая, Заглянул под навес. — Ты спишь, Алешка? Притаился Алешка. Носом пустил сдержанный храп. Голос услыхал Алешка, Сипло придушенный. — Пулеметы есть у них? — Откедова. Два взвода красных Стоит во дворе конторы. Ну там, политком еще, Весовщики. Тихо отвечал хозяин. — Завтра в полночь Приедем на гости. В казенном лесу все. Перережем, Ежели врасплох. В редеющей темноте Поскакали конные к лесу. Прячась за плетнем, Долго смотрел им вслед Алешка. Утром за завтраком почти не ел Алешка. Сидел, не подымая глаз. Покосился хозяин подозрительно. — Ты что не лопаешь? Голова болит. На силу дождался Алешка, Пока кончится завтрак. Крадучись, Прошел на гумно, Перемахнул через плетень И рысью в контору. Путаясь, Рассказывал Алешка Про ночных гостей, Про обрывки слышанного разговора. — Посиди тут. Кивнул ласково очкастый И вышел. Вечером Дегтярной лужей Застыла над станицей темнота. Возле церковной ограды Цепью легли красноармейцы. Рядом с очкастым Алешка с винтовкой. Полночь На краю станицы Возле кладбища Забрехала собака, Потом другая И сразу волной ударил Дробный грохот копыт. Очкастый привстал На одно колено, Целясь в конец улицы Крикнул — Рота! Пли! Лежащая цепь Красноармейцев Засветилась Огоньками выстрелов — Гах-тах! Тах-тах-тах! Раз и два Двинул затвором Алешка, Выбросил гильзу И снова раздалась хриплая — Рота! Пли! Послышался Беспорядочный Удаляющийся Грохот Лошадиных копыт Очкастый Пружинистов скачил На доги и крикнул — За мной! Бежали! У Алешки во рту горечь и сушь, Сердце не умещается в груди. Увидал он, Как двое впереди Прыгнули через плетень И побежали по двору. — Вот они! Забегли в хату! — Крикнул Алешка! Двор отцепили, Красноармейцы Густо легли по саду За кустами. Очкастый И Алешка Лежали рядом. Из окон хаты Бандиты Открыли огонь Из винтовок. Но вот Выстрелы Прекратились. У бандитов Кончились патроны. — Эй, вы там! Сдавайтесь! — крикнул Очкастый — А то Гранату кинем! Из хаты Раздались Еще два выстрела. — Алешка — сказал Очкастый — Ты меньше Меня ростом. Ползи по канаме До сарая. Кинешь гранату В дверь. Иначе мы Не скоро возьмем их. Вот это Кольцо с гранатой Сдернешь? И кидай Немедли А то убьет. Изгибаясь И припадая К земле Полз Алешка. Сверху Над канавой Поливали его Знобкой Росою. Дополз До сарая Алешка Сдернул Кольцо Нацелился В дверь. В дверях Хаты Показались Двое. Один из них Держал на руках Девочку У белой рубашонки И кричал Сдаемся Не стрелять Дитя убьете Увидал Алешка Как из хаты К порогу Метнулась Женщина. Не закрыл Ждал взрыва. Очкастый Метнулся К Алешке Пинком Ноги Отбросил Его Швырнул Гранату В сторону. Услышал Алешка Грохочущий Гул Стонущий Крик Очкастого И почувствовал Как что-то Опалило Ему грудь Леня Сказал Очкастый Тебе Помирать Теперь нельзя Вот Гляди Член РКСМ Попов Алексей Понял Алешка На полвершка От сердца Попал Тебе Осколок Гранаты А теперь Мы тебя Вылечили Пускай Твое Сердце Еще Постучит На пользу Рабоче-крестьянской Власти Конец Вот такая Военная История Сегодня Прозвучала Для тебя Надеемся Она тебе Понравилась Ведь Храброе Алешкино Сердце Всегда Поражает Своей Смелостью До встречи Борис Кравченко Щелкунчики Шел Прием В комсомол Валя Киреева Волновалась Политику Вроде Знаю В Стенгазете Участвую Троек Нет Что 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 Как Ты Помогаешь Дома Неожиданно Спросила Надя Лучшая Валена Подруга Все Холодея Подумала Валя 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 Тут же Нашлась Как Другие С лукавой Улыбкой Ответила Она И все Проголосовали За Валя Валя Ее дочка уже комсомолка. «Заходите, девочки, только я затеяла уборку!» Извинялась она. «Ничего, мы на диван с ногами заберемся!» Успокоила Валя маму. «Ты только поскорей, а то Вася придет!» «Скорее же, мама, скорее!» Подгоняла Валя. «Не волнуйся!» Успокаивала подругу Надя. «Успеет! Моя мама за двадцать минут моет!» Валя взяла будильник. «Засекаю время! Слышишь, мама? Ну?» Закончив мытье у пола, мама подошла к окну. «Теперь только шторы бы повесить, и все!» «Вешай!» Разрешила Валя. Раздался звонок, и на пороге показался Вася. «Валя, чем ноги вытереть? Я без галош!» Девочки потянули Васю к дивану. «Пустяки! Мама подотрет!» Сказала Валя. «Ты лучше ешь! Угощайся!» Пока на диване шел пир, мама поставила на стол табуретку, на табуретку стульчик и стала взбираться наверх. Табуретка зашаталась, Вася испуганно вскочил. «Ну чего испугался?» Засмеялась Валя. «Не бойся! Мама у нас, как сестры, кох! Ловкая!» Но Вася резко отстранил Валю и подскочил к маме. «Давайте лучше я!» Мама охотно приняла Васину помощь. Девочки смущенно переглянулись. И тут же бросились к окну. «Вася, давай поможем!» «Нет уж! Лучше грызите дальше свои орешки, щелкунчики!» Сердито ответил Вася. «Воображала!» Буркнули подруги и снова принялись за орехи. А через несколько дней... «Внимание! Завтра в школе субботник. Мытье полов и окон к празднику. Имена лучших будут занесены на доску почета». И подругам очень захотелось на доску почета. «Мама, гладь красное платье и косынку!» Распорядилась Валя. «У нас субботник, полы будем мыть!» «Бабушка, беги за содой и мылом! Готов ведро и тряпки!» Скомандовала Надя. «В школе субботник!» «Тетя, дышивай передник!» Пообедали, переоделись и ушли на субботник. А вечером... «Мама, посмотри, что про нас написали!» Кричала Валя, теребя уснувшую мать. «Мы лучше всех мыли! Мы больше всех вымыли!» Хвалились девочки. «Пои нас теперь чаем!» Потребовала Валя. «Кипит уже!» «И угощения припасла! Вот только хлеба нет! Сбегай, доченька!» Попросила мама. «Ну, мам, что же ты сама не купила? Почему я?» «Мам!» Заныла Валя. «Эх вы! Щелкунчики!» Гневно сказала мама и вышла. И щелкунчики задумались. «Давно бы пора!» Конец. А ты помогаешь дома, маме? Или тоже, как наша героиня, щелкунчик? Задумайся! И до новых встреч! Вадим Чернышев Муха Муха родилась на Камчатке, В морском порту. Хозяина у нее не было. Может быть, в ее роду и были славные имена, Но люди не знали их, Ведь за родословной дворняжек Никто не следит. Весь день в порту громыхали якорными цепями корабли, Сигналили автопогрузчики, Кричали люди. К ночи порт притихал. Приходил сторож Сафонов Сафонов со своим псом-угольком. Это были лучшие часы мухи. Оттерев уголька, она садилась возле сторожа. Он гладил ей голову. «Эх вы, собаки, собаки!» Говорил сторож. «Хоть и бессловесные вы создания, А с вами веселее!» Однажды к причалу подошел большой плавучий кран. Мотористы с крана пришли на склад Получать оборудование и увидели муху. Узнав, что муха ничья, Они решили взять ее на кран. С бухты набегали волны, И кран покачивался. Муха растерялась. Пол под ногами почему-то кренился, Уходил вниз. Она сделала шаг, но ее мотнуло. И она пошла не туда, куда хотела. «Походочка-то у нее морская!» Засмеялись матросы. Ко всем в команде муха Старалась относиться одинаково. Но хозяином своим считала только одного. Кранмейстера Николая Николаевича. Подружилась она и с судовым котом Гошкой. Вечерами муха направлялась К каюте кранмейстера, Николай Николаевич сидел за столом и писал. Затененная лампа освещала руки, Бумагу и фотографию женщины с двумя детьми. Муха смотрела на него и ждала. «Ну что, пришла муха-цокотуха?» Собака подходила и клала Николая Николаевичу На колени передние лапы и голову. Из всей команды муха не любила лишь строповщика лобуса. Как все собаки, она долго не забывала обиды. Однажды лобус незаметно подошел, Подхватил ее, бросил в шлюпку и накрыл брезентом. Под тяжелым брезентом было темно и душно. Муха испугалась, стала биться, путаясь в брезенте. Наконец она выпрыгнула из шлюпки, Ударилась о палубу носом и пустилась на утек, Чтобы не слышать смеха лобуса. Другой раз лобус поймал муху и посадил высоко на трап, Идущий в кабину крана. Кран покачивала, и муха с трудом держалась на узкой ступеньке. Ее выручил Николай Николаевич. Он снял муху и отругал лобуса. Но такие случаи были редки. Команда хорошо относилась и к мухе, и к коту Гошке. Муха любила сопровождать матросов, когда они сходили на берег. Довольная, она бежала впереди, задорно закинув на спину хвост. На кране муха нашла серьезное и полезное для всех дело. Она приспособилась ловить вместе с Гошкой крыс. Когда появлялась крыса, охоту начинал Гошка. А муха сразу занимала пост возле крысиной лазейки. Крыса увертывалась от Гошки, мчалась в убежище, и тут ее встречала муха. Охота велась вдвоем, но крыса становилась трофеем только мухи. Она несла ее показать кому-нибудь из людей. В один из штормовых дней кран был вызван к судоремонтным мастерским. Обычно в такую погоду работы не ведутся, но на этот раз положение было аварийным. Волны разбили набережную и грозили смыть катер, стоявший на ремонте. Надо было срочно переставить его. Строповщики торопливо заводили под катер тросы. Муха тоже вскочила на палубу. Николай Николаевич, стараясь перекричать ветер, отдавал приказание. Тревога людей передавалась собаке. Она суетилась на мокрой, уходившей из-под ног палубе. Гудел ветер, раскачивал на стреле тяжелый гак. И тут случилось непредвиденное. На стреле сошел с блока трос. Кранмейстер послал завести трос лобуса, но тот отказался. — Кто же полезет на стрелу? — сердито спросил Николай Николаевич. — Это же твоя работа! — При таком штармяге пусть лезет кто хочет, — ответил строповщик. Тогда кранмейстер полез сам. Муха с тоской смотрела, как немолодой уже человек карабкался по стреле, гудевший от ветра. Она металась, хотела лезть вслед, но на помощь уже поднимались два матроса. Через несколько дней лобус собрал свой сундучок и, не простившись, ушел с крана. О нем не жалели. Муха почувствовала себя на кране свободнее. Снова потянулись обычные трудовые дни. Кран ходил по бухте и поспевал всюду, где нужно было поднять тяжести. В порту, на стройке нового причала, судоремонтных мастерских. Погожим вечером ботсман Гаврилыч занялся рыбной ловлей. Гошка и муха, наблюдая, сидели рядом. Муха на палубе, а Гошка на ящик. Рыба не клевала. С бухты набегал свежий бриз, слегка покачивала. Швартовый трос, поскрипывая, терся о ящике. Вдруг они поползли, и Гошка не успел глазом моргнуть, как очутился за бортом. Муха заметалась, затужила скуля, и неожиданно, будто кто-то подтолкнул ее, прыгнула за борт. Гаврилыч скинул бушлат и тоже прыгнул на помощь. Схватив за шиворот кота, он кинул его на палубу, а потом подал подбежавшим матросам и моху. Гаврилыч после холодного купания отправился под горячий душ, а Гошку поместили в теплую сушилку рабочей одежды. В этот вечер охота на крыс была забыта. Муха лежала рядом и вылизывала его мокрую шерсть. Муха даже не пошла проведать Николая Николаевича, но узнав о происшествии, он зашел с Гаврилычем сам. — Эх ты, Гошка, горе рыболов! — потрепал он кота. — А ты, Муха-Цокотуха, герой, тебя хоть к медали за спасение утопающих представляю. В один из летних дней Николай Николаевич подъехал к крану на «Москвиче», отдал распоряжение и выкатил в аэропорт, захватив муху. Никогда не приходилось ей мчаться с такой скоростью. В аэропорту Николай Николаевич оставил муху в «Москвиче» и присоединился к тем, кто ждал самолета. Наконец радио объявило о посадке. Над мухой шумом пронесла серебристая машина, промчалась по аэродрому и подрулила к вокзалу. Муха видела, как Николай Николаевич подбежал к самолету, подхватил с трапа жену и расцеловал детей. На обратном пути Елена Викторовна, жена Николая Николаевича, сидела с ним рядом, а Муха с Верочкой и Калякой сзади. Николай Николаевич рассказывал о Камчатке, о вулканах. «Москвич» был наполнен счастьем встречи. В городе машина остановилась у подъезда нового дома. Нежилые комнаты пахли краской. Каляка бегал по ним и вскрикивал, забавляясь звонким дробным эхом. «Вот тебе собака!» — сказал Каляке отец. «Корми и заботься о ней. Она жила в порту, ночуя, где придется. Потом у нас на кране. В свои годы она заслужила более спокойное житье, не давая ее в обиду». И Муха стала жить в семье кранмейстера. Елена Викторовна и Верочка почти не обращали на нее внимания. Она проводила время с Калякой, терпеливо сносила его шалости, позволяла запрягать себя в игрушечные автомобили. Вечером, когда Каляка ложился спать, Муха сидела на кухне и смотрела на Верочку и на хозяйку. Муха обижала, что ей запрещалось входить в комнату. На кране она пользовалась полной свободой. Как-то раз, когда Каляка спал, Муха услышала в прихожей шорох. В сумке, с которой ходили за хлебом, шелестела бумага. Муха сунула в нее голову, и оттуда выскочила мышь. Мышь кинулась к щели, но Муха опередила ее. Очень довольная, Муха понесла трофей хозяйки. Когда Елена Викторовна рассмотрела добычу, она вскочила со стула и закричала «Пошла, пошла вон! Тащишь всякую мерзость!» Она схватила веник, вышвырнула мышь и этим же веником шлепнула собаку. Это было не больно, но очень обидно. Муха сидела на лестничной площадке и недоумевала, за что хозяйка выгнала ее. Ведь на кране за каждую крысу ее и Гошку хвалили, угощали чем-нибудь вкусным. И Муха опять затысковала о кране, о Гошке, о Николае Николаевиче, которого теперь видела редко. Муха вышла на улицу. Внизу под сопкой светился огнями неугомонный порт. Муха решилась. Остерегаясь машин, она пробралась в порт. Там, где обычно сидел сторож, ни его, ни уголька не было. Не было в порту экрана. Муха постояла на пустом причале и побежала к мастерским. Она добралась до мастерских под утро, сбежала по знакомому трапу и радостно кинулась к вахтенному. Муха до сих пор живет на плавучем кране. Развлекая на досуге матросов, она скрашивает их нелегкую службу на далекой Камчатке. Летними вечерами на тихой бухте разносится ее звонкий, беззлобный лагерь. Конец. Вот такой добрый, замечательный рассказ о собаке ты послушал. Надеюсь, тебе он очень понравился. До встречи в следующей истории. На улице игра не доводит до добра. Рассказ о правиле дорожного движения. В одном городе в переулке, выходящем на шумную улицу, в большом новом доме жили два брата – Володя и Миша. Они считали себя неплохими футболистами и давно мечтали о футбольном мяче. Сегодня мама подарила им мяч. «Мамочка!» – попросил Володя. «Разреши нам сбегать во двор и показать новый мяч ребятам. Но только на минутку!» – поддержал брата Миша. Мать улыбнулась. «Хорошо!» – сказала она. «Только не задерживайтесь, вам еще урок по географии надо приготовить». Через минуту во дворе собралась вся футбольная команда. Ребята брали друг у друга новый мяч, мяли его, подбрасывали вверх. «Хороший!» – сказал кто-то. «Давайте сыграем разок, а?» Ребята выбежали в переулок. «Вот будет футбольное поле!» – воскликнул Миша. В один миг ребята наметили на асфальте переулка ворота. Предвидя напряженную схватку, взволнованные игроки заняли свои места. «А вдруг поедет машина?» – сказал Миша. «Придумал тоже!» «Здесь машины не ходят почти совсем!» – ответил Володя. Игра началась. Володя нечаянно задел мяч рукой, и за это его команде полагается штрафной удар. Миша, прославленный вратарь переулка, приготовился принять опасный мяч. «Ура!» – крикнул вратарь. А за ним и вся команда, когда мяч пролетел высоко над головой Миши. Но каково же было огорчение ребят, когда они увидели, что мяч летит на Большую улицу? Обе команды бросились вдогонку за мячом. Мяч ударился о крышу тайлебуса, подпрыгнул и упал в кузов проходившего мимо грузовика. «Уедет!» – с отчаянием в голосе закричал Володя и побежал за грузовиком. А Миша схватил у одного из болельщиков самокат и тоже помчался вдогонку. К радости мальчиков машины вскоре остановились. Володя подбежал к грузовику, но достать мяч не успел. Вспыхнул зеленый сигнал, и автомашины двинулись. Изо всех сил, цепившись в задний борт грузовика, Володя уезжал все дальше от дома. А его брат Миша мчался на самокате, стараясь не упустить из вида грузовик с мячом и Володей. Вдруг на самой середине улицы самокат сломался, и Миша со всего размаха упал на мостовой. Он больно ушиб колено. Машины остановились. Постовой милиционер помог Миша подняться. А другой милиционер повел его домой. Миша нес обломки самоката и с трудом удерживал слезы. Володя ехал дальше. Когда грузовик пересекал площадь, мальчика увидел милиционер. Он остановил машину. Мама не нашла ребят во дворе и уже начала беспокоиться. В это время милиционер привел Мишу. — Вот ваш сын, — сказал он строго. — Смотрите, чтобы он больше не бегал за автомашинами. Такое поведение на улице может привести к несчастному случаю. Мама увидела все сразу. И ободранное колено, и порванные штаны, и обломки самоката. — А где Володя? — воскликнула она. В это время у двери опять раздался звонок. Вошел Володя в сопровождении другого милиционера. — Горе мне с вами! — говорила мама, провожая сыновей в школу. — Урок не приготовили, и в школу опаздывайте! Когда ребята с виноватым видом подходили к школе, там было очень тихо, занятия давно начались. Второй урок, на который пришли братья, был урок географии. Учитель спрашивал о реках Советского Союза. — Миша, покажи нам на карте реки Европейской части СССР! — спросил он, вызвав Мишу к карте. Мальчик покраснел и молчал. Учитель взял у него дневник и поставил там большую жирную двойку. — Стыдно! — коризненно сказал он, качая головой. — Не готовишь уроки! — Может быть, ты знаешь? — обратился учитель к Володе. Но Володя тоже молчал. Во время перемены братьев окружили товарищи. — Нам стыдно за вас! — говорили они. — Не знайте таких интересных и важных вещей! Все звено подводите! Братья начали оправдываться и рассказали товарищам обо всем. — А уж это никуда не годится! — возразили ребята. — Ведь вы же знаете, что на мостовой играть нельзя! — Подошел вожатый отряда. — Правильно! — согласился он с ребятами. — На мостовой не играют. Для этого есть стадионы и спортплощадки. — Вот когда вы исправите свои отметки, тогда мы с вами пойдем играть в футбол на спортплощадку. Миша и Володе было очень стыдно. Они пришли домой и сразу стали заниматься. А через несколько дней все звено вместе с вожатым играло в футбол на спортплощадке. Конец. Соблюдайте правила дорожного движения и играйте в спортивные игры на специально предназначенной площадке. До встречи, добрый друг!